Добрый вечер! Сегодня поговорим про внезапный уход мамы в раннем детстве и как это влияет на последующую жизнь, и как это влияет на депрессию, на меланхолию по Фрейду. То есть есть печаль. Печаль — это нормальное состояние, которое связано с потерей. Но бывает меланхолия, либо депрессия, и это уже более фоновое состояние, другое. Будем сегодня разбирать, в чём отличие печали, меланхолии. У Фрейда есть эта статья, в интернете можете набрать «Скорбь и меланхолия Фрейда» или «Печаль и меланхолия Фрейда». Можете почитать эту статью, она небольшая. И будем говорить о том, что в теме формирования меланхолии, депрессии большую роль играет внезапный уход мамы. Эмоциональный, физический, смерть мамы, переезд на заработки. Мама отдала ребёнка бабушке, а бабушка, например, была эмоционально холодной. То есть об этом поговорим, жду, пока все присоединяются. Рассылку сделала. Также напоминаю, в шапке профиля можно получить секреты профессиональных психологов-коучей. Можно получить четыре урока из платной обучающей программы. Можно получить бесплатно. И напоминаю, новая группа в школе начинает обучение 14 декабря. И в честь запуска новой группы провожу также этот мастер-класс, чтобы заинтересовать вас прийти на обучение тех, кто хочет получить навыки психолога для себя, либо для профессии. И провожу такие спонтанные интересные эфиры. Итак, начинаем. Сейчас, секунду. Итак, сегодня у нас мастер-класс про внезапный уход мамы или как формируется меланхолия, депрессия. Меланхолия уже ближе к психиатрическим проявлениям. То есть есть такое понятие, как печаль. Нас уволили с работы, так сложилось. Смерть близких. То есть любые потери вызывают печаль, утрату, горе. Это нормально. Но если это идёт утрированно и не проходит через полгода-год, значит, это уже депрессия, меланхолия ближе к психиатрическим проявлениям. И профессиональный психолог работает со здоровыми клиентами. Но мы анализируем младенческую часть, то есть безумное ядро личности. А безумное ядро личности — это психотическое ядро. И там, конечно, есть проявления психиатрические, можно так сказать. Поэтому эта информация полезна всем профессиональным психологам или если вы изучаете психологию для себя. Итак, в идеальном варианте в работе с профессиональным психологом важно анализировать ключевые потери. То есть ранние взаимоотношения мамы и младенца очень сильно влияют на последующую жизнь. И важно анализировать ключевые потери. Что было там и тогда, будет проявляться здесь и сейчас во взаимоотношениях психолог-клиент. Мы тренируем навык переживать потери. То есть потеря — это часть жизни. Некоторые потери мы можем отгоревать, прожить, но некоторые потери невозможно отгоревать, и мы с ними живем. То есть представьте, когда младенец рождается, он больше не находится в животе у мамы, и вернуться туда он никогда не сможет. То есть да, физическая связь с мамой потеряна навсегда, но приобретается что-то другое, отдельная самостоятельность. И тренируем навык переживать потери. То есть печаль — это нормальное переживание, которое связано с утратой. А меланхолия — это фон, как фундамент. Это уже ближе к психиатрическим проявлениям. То есть когда к нам приходит клиент, в идеальном варианте профессиональному психологу, коучу, консультанту, важно научиться отличать, в какой точке пришел человек. Часто человек приходит к нам в точке потери. Смена места жительства, смена работы, смерть близких или потеря идеалов. То есть во что-то человек верил, и он это потерял, и для него это потеря. То есть часто в точке потери приходит человек, но есть печаль, а есть меланхолия. Если человек пришел к нам в точке меланхолии, тут нам важно кивать головой, молчать, отдавать место и пространство человеку и меньше конфронтировать. То есть мы менее авторитарны, директивны, то есть мы не копаем вглубь. Стараемся вопросы задавать мягко и не копаем очень глубоко, потому что у человека может быть психотический срыв, безумный срыв, как у клиента-психиатра в каком-то моменте. Приведу пример. Например, женщина потеряла мужчину, ну рассталась с мужчиной. При печали, да, она будет горевать. То есть любое расставание – это как будто бы маленькая смерть. То есть вот женщина рассталась с мужчиной, и ей больно, и она в печали. Но у неё есть мысль, что да, мне сейчас больно, неприятно, что вот так сложились обстоятельства, её влияние, влияние мужчины на это. Но смысл такой – они расстались. У неё есть мысль, что когда-нибудь я встречу другого мужчину. То есть это переживание, оно конечно. То есть при печали женщина так думает, а при меланхолии у женщины даже нет мысли, что она может и способна встретить другого мужчину. И любое напоминание об этом мужчине у неё вызывает слёзы. То есть это уже ближе к меланхолии, то есть к депрессии. И в этот момент надо быть нам очень аккуратными. Либо у человека может быть психотический срыв, и нам придётся выдерживать агрессию, ярость. Это не всегда легко. Будут вопросы, задавайте, я чат смотрю. Дальше. Что ещё бывает? Для нас, как для психологов, коучей, какой сигнал? При меланхолии, то есть при депрессии, это уже ближе к психиатрическим проявлениям. Напоминаю, наши клиенты – здоровые клиенты, но есть островки в психике, безумные, ближе к психиатрическим проявлениям, условно. И когда включаются такие островки в психике, то есть при меланхолии, человек упрекает себя и бронит, то есть унижает себя. Вспомните свои случаи. У меня так было, как будто бы вот, ну, как нападаешь на себя, то есть это был признак меланхолии, что я в точке меланхолии. И если в этой точке меланхолии я иду к коучу, к наставнику, который очень директивный, бери и делай, мне говорит, со мной не церемониться, я бы это не выдержала. Почему? Потому что я была в точке меланхолии. Подумайте, как это у вас, то есть нам важно понимать точку А клиента, кто перед нами. Если человек просто в печали, то да, мотивация, бери и делай, можем прямо говорить неприятные вещи, то есть не бояться, что у человека будет безумный срыв. Но при меланхолии надо быть аккуратными. При меланхолии, повторю, человек упрекает, бронит себя, унижает себя. Ой, я самый никчёмный, никчёмная. Для меня эти образы яркие. У меня как-то так было. Вспомните свои случаи, либо случаи своих знакомых, друзей. Человек постоянно нападает на себя. И публично, и наедине с собой. Это о чём? Это о меланхолии. Что ещё? И сейчас тогда подробнее скажу дальше, что хотела сказать. Будут вопросы задавайте, запись эфира будет. Итак, внезапный уход мамы влияет на формирование меланхолии, то есть депрессии. И профессиональному психологу-коучу важно поднимать точку А клиента. Если это просто печаль, связанная с любой потерей, потеря идеала, потеря работы, места жительства, потеря перепроживается полгода-год максимум. А меланхолия, она постоянно как фоном. То есть и при меланхолии с клиентом лучше мягко, аккуратно говорить, а тут директивный способ общения не подходит. У человека будет психотический срыв. И когда мы говорим о меланхолии, о депрессии, мы погружаемся в боль, связанную с расставанием. То есть условно, если мы как психологи изучаем такие лекции, у нас могут тоже быть внезапно слезы, к нам могут приходить клиенты, которые прорабатывают расставание, могут сниться сны. То есть депрессия не простая тема, психологу тоже важно с ней работать. Какие еще примеры меланхолии? Например, мама ругает ребенка, как самого себя. Как будто ребенок — это ее рука, нога. То есть вначале она напала на ребенка, это пример меланхолии, как будто бы он часть ее, ее нога, рука. Потом чувствует вину и занимает противоположную позицию, начинает нападать на себя, на своего внутреннего ребенка. То есть делает с собой то, что до этого делалось с ребенком. Условно, садистическое суперэго нападает. Вначале она на ребенка садистически напала, потом садистически на себя. Либо, может быть, второй вариант — в школе подростковый период, когда учителя давят на ребенка, и родитель вместе с учителями давит на ребенка. То есть занимает позицию с другой стороны. То есть в первом случае ребенок, как будто бы рука-нога мамы, а во втором случае наоборот, как будто бы ребенок, как не моя рука-нога, и родители занимают противоположную позицию и вместе с учителями нападают на ребенка. Вот такие примеры меланхолии. Также в самоупреках, то есть когда человек сам себя упрекает, здесь содержатся упреки в адрес любимого объекта. То есть когда человек нападает на себя, на самом деле он нападает на любимый объект. Вот это ключевое. Еще раз повторю, когда клиент нападает на себя, то есть обвиняет себя, упрекает себя, он на самом деле нападает на свой любимый объект, связь с которым была потеряна в детстве. То есть все это про ранние взаимоотношения с мамой. И, например, взрослый нападает на себя, но на самом деле он нападает на ту мать, которую ненавидит, на безумную мать. Например, мама была алкоголичка, и ребенок вроде бы он любит маму, но в то же время, когда она пьяная, он ее ненавидит. И связь с хорошей мамой, когда мама, например, она редко была трезвая, и связь с хорошей мамой, она потеряна. И у ребенка есть эта злость, и он нападает на плохую маму, но это переносится на себя, агрессия внутрь направленная. Дальше скажу про психосоматические проявления. То есть человек нападает на тело, а на самом деле он нападает на ужасную маму, которая была либо в депрессии, либо алкоголичка, либо уехала на заработки, оставила с бабушкой и так далее. По Фрейду часто травмируют не ситуации, а восприятие. Помним про это. В общем, взрослый, когда человек, взрослый человек нападает на себя, он нападает на ту часть мамы, которую ненавидит. И во время того, когда он нападает, в теле находится ужасная мама, то есть садистическое суперэго. Оно доминирует, и человек нападает на себя, как условно, как пьяная мама-алкоголичка. Ну, я привожу примеры на маме-алкоголичке, но мама может быть просто эмоционально холодной, в депрессии. То есть разные варианты. То есть и как формируется меланхолия? Одна из причин – это внезапный уход мамы. Человек отождествляет себя составленным объектом. Даже в речи мы можем это слышать. «Ой, меня бросили!» Женщина говорит, «Меня мужчина бросил!» Тоже для нас звоночек, что, скорее всего, человек еще не отгоревал потерю хорошей мамы. И как? Отождествил себя составленным объектом. И что тогда будет происходить у этой женщины? Она бессознательна. Вот такая есть всемогущий баланс эмоциональной травмы. Она бессознательно выберет такого мужчину, который ее бросит эмоционально, либо физически, либо заведет себе собачку. А собачка, естественно, живет меньше, чем человек и как будто бы действительно бросит такую женщину тоже. То есть, как профессиональный психолог получает информацию, не только слова. Слова – это верхушка айсберга. У нас еще есть три инструмента глубинных психологов. В шапке профиля можно получить четыре урока курса. И первый инструмент – это контрперенос. То есть, мы с клиентом рядом еще чувствуем. То есть, мы даем свой контейнер для чувств, переживаний. Представьте, мама и младенец, как на картинке. В первые годы жизни ребенок, у него нет слов. Он с мамой общается телепатически. Мелани Кляйн, ученица Фрейда, она исследовала взаимоотношения мамы и ребенка и ввела такой термин проективная идентификация. То есть, в начале ребенок в первые годы жизни у него нет слов. Он еще не разговаривает, но он с мамой общается. телепатически, невербально. И свои чувства, что он чувствует внутри, он передает маме. Здоровая мама, у нее налажен этот механизм общения без слов. Но если мама была травмированная, у нее был поломан этот механизм общения без слов. И ребенок там плачет, ему больно, голод, что-то еще. он пытается передать маме информацию без слов, но контейнер мамы закрыт. Она в депрессии, либо она пьяная, либо что-то еще. То есть, она сама травмированная, и у нее вот эта связь, проективная идентификация, она сломана. В работе с профессиональным психологом человек опять начинает пользоваться проективной идентификацией общения без слов. То есть, у нас есть эта природная способность, право у каждого человека пользоваться этим механизмом. Он называется проективная идентификация общения без слов. И в работе с профессиональным психологом человек понимает, ну, как это классно, когда тебя понимают без слов. И эту информацию мы через контрперенос, как мама у младенца, мы тоже ее ловим, мы можем об этом говорить. И человек чувствует, меня понимают, как младенец, чувствует, что мама откликается. То есть, это важное переживание, но в то же время, когда человек чувствует, что он может пользоваться проективной идентификацией, что у него есть это способность от рождения, но за того, что мама была травмирована, он ей не пользовался нормально. С одной стороны, есть благодарность к психологу, к коучу, что можно пользоваться таким каналом коммуникации без слов, но с другой стороны, и есть агрессия на психолога. Почему? Потому что психолог все-таки просит все это в слова обликать. Потому что уже клиент не в том возрасте, не младенец. Надеюсь, объяснила, будут вопросы, пишите. То есть, профессиональный психолог, наше конкурентное преимущество, что мы общаемся с клиентами не только на уровне слов, но и на уровне без слов, как мама и младенец. Мы можем пользоваться проективной идентификацией как младенец общается с мамой, когда в первые годы жизни он не может говорить физически. Дальше. Как мы можем понять еще бессознательную информацию от клиента через сны? Во снах информация дается как в невыскаженном виде. Через сон мы видим, что происходит в психике напрямую. В школе мы изучаем как анализировать сны, то есть через сон мы можем понять, что происходит в психике человека. То есть человек говорит одно, а сон покажет напрямую, что происходит в психике человека. И третий инструмент как понять бессознательную информацию от клиента через оговорки по Фрейду. То есть человек вроде бы случайно что-то сказал, как будто бы, но это не случайно. Например, вот если возвращаемся к теме печаль и меланхолия, женщина говорит, меня мужчина как будто бы бросил. Она не случайно говорит эту фразу бросил. То есть, например, женщине 40 лет, но она же не вещь, чтобы ее бросили, она не собачка, правильно? То есть, женщина взрослая, она понимает, что эту фразу почему она может говорить? Потому что она в точке меланхолии и депрессии. То есть, она не отгоревала потерю с хорошей мамой и отождествила себя составленным объектом. И у нее есть фантазия, как будто бы ее оставили, бросили. То есть, она эту фразу сказала не случайно. Можно было бы сказать другую фразу. Вот мы с мужчиной расстались, что-то еще. Именно она говорит меня бросили. Я привожу такой один пример, как мы можем прикапываться к словам оговорки по Фрейду и через слова мы можем осознавать, что происходит в психике человека. Вот. Ну, если женщина говорит, что ее как будто бы бросили, тогда бессознательно она будет выбирать такого партнера, который ее бросит или действительно его надо бросить. То есть, будет пытаться понравиться плохой маме. Вот условно, был внезапный уход мамы. Либо мама алкоголичка, либо мама уехала на заработки, оставила ребенка с бабушкой, либо мама сама была в депрессии, ей было самой плохо, и поэтому эмоционально ребенок чувствовал, как будто бы его бросили. И не отгоревана потеря с хорошей мамой. И тогда что делает психика, что делает человек? Он пытается понравиться плохой маме. тогда женщина условно будет искать работу или партнеров таких, с которыми лучше бы не вступать во взаимоотношения, которые будут плохой мамой. То есть, надеюсь, это понятно, будут вопросы, пишите. И потеря объекта хорошего превращается в потерю собственного я. Конфликт между я и любимым объектом превращается в столкновении между критикой я и измененным я. То есть, например, когда происходит потеря близкого человека или какой-то ценности, например, переезд в другую страну, то есть, происходит какая-то потеря, это печаль, это нормально, печально, грустно. То есть, когда происходит любая потеря в жизни, это печаль, это немножко больно. Но если печаль накладывается на раннюю потерю с мамой, например, тогда включается меланхолия, регресс, то есть, психика человека регрессирует до младенческого состояния условно. Что может быть при меланхолии? Самоупрёки в том, что человек сам как будто бы виноват в потере любимого объекта. Самоистязание это месть любимому объекту. Также мы можем мучить любимых людей вследствие болезни. То есть, агрессия направляется внутрь, отсюда идут психосоматические заболевания. Подумайте об этом, то есть, человек, когда болеет, то на самом деле, как будто он мстит любимому объекту, связь с которым была потеряна. И часто это потеря хорошей мамы. То есть, так человек наказывает своё тело, например, я не одену шапку, пусть у меня уши как будто бы отмёрзнут, но маме из-за этого будет плохо. Или, может быть, в подростковом возрасте, вот я вспоминаю, в свой случай как-то я на маму злилась, и я думаю, вот сейчас я умру, и ей будет плохо. Взяла какие-то таблеточки, выпила, условно, я не помню, 10 лет мне было, 11, я выпила таблетки, и думаю, всё, сейчас я умру, и маме будет плохо. Но, слава богу, таблетки, ну, как, были какие-то щадящие, просто там, ну, потошнило, болела голова, и всё нормально. Но в тот момент это такая архетипичная история, ну, бывает иногда, что мы, когда хотим, как будто бы наказать своё тело, на самом деле мы нападаем на маму. Вот я привела свой пример, вспомните, может быть, у кого-то тоже так было. Ну, в детстве мышление другое, то есть, и бывает во взрослом возрасте, если мы вот условно где-то не следим за своим телом, может быть, это тоже в том числе месть мамы. Мои личные инсайты, я думаю, сейчас к стоматологу хожу, там одна процедурка, она растянется на год, и я думаю, почему я запустила поход к стоматологу, на это не обращала внимания, может быть, это тоже условно моя гипотеза, была месть мамы. То есть, смысл такой, подумайте, как это по вашим ситуациям откликается. То есть, когда мы нападаем на свое тело, на самом деле мы нападаем на мать. И истоки самоубийства в этом, я привела свой пример в подростковом возрасте, что у меня было, но вспомните, может быть, у моих подписчиков у вас тоже это было, ну, либо, если вообще, человек не смог справиться, ну, он действительно, как у него получается себя убить, но на самом деле он убивает, это месть маме. Вот подумайте об этом. Когда происходит отгоревание, это принять реальность без того, кто или что утерян. Если мы берем любовную зависимость, там тоже не отгоревана потеря мамы, хорошей мамы, то есть, как качели, сегодня люблю, завтра убью, и вот такие качели. Почему? Потому что не отгоревана потеря, потеря хорошей мамы. И женщина, например, бессознательно ищет мужчину, с которым будут такие взаимоотношения, как с плохой мамой. И женщина не выдерживает хорошего отношения к себе. Напоминаю, профессиональный психолог, коуч, также наши клиенты тренируют навык выдерживать хорошее. Но это какой-то путь, у каждого из нас своя точка. При меланхолии происходит обеднение «Я». Можно сказать комплекс по меланхолии. Это как открытая рана. Человек не может спать либо отказывается от еды. Это для нас сигнал того, что мы погружаемся в депрессию, в меланхолию. То есть это может быть циклично, как волнами. В одной ситуации все нормально, потом раз провал. Так. Почему-то звонок, наверное, какая-то ошибка. Итак, говорим про депрессию, меланхолию и звонок. Курьеры. Я сегодня ждала курьера. Уже все. Итак, если у клиента идет сегодня нарушение сна, либо он отказывается от еды, для нас это сигнал о том, что в этот момент мы погружаемся в депрессию, в меланхолию. То есть это может быть волнообразно. Либо другая крайность. Человек переедает, злоупотребляет алкоголем, наркотиками. Это вторая крайность. Это сигнал о том, что человек хоть как-то себя отвлекает от переживания горя, связанной с потерей. то есть это отвлечение. Что еще? Маниакально-депрессивный психоз, как сказать? То вначале человек в депрессии, то в мании. Депрессия, мания. И вот такие качели. Не там, не там человек не совсем адекватный, как неадекватно видит реальность. То есть когда мы в мании, либо в депрессии, значит мы не смогли пережить потерю. И главная защита в мании это отрицание, в мании как будто бы мы в алкогольном опьянении и бессознательно идет подтверждение прошлого опыта. То есть в мании человек находит такой объект, который условно психически нездоров. И опять идет повторение прежних сценариев. Подумайте об этом. Что еще? Можете взять упражнение, можем с вами проделать упражнение. Возьмите пример, что долго у вас не получается изменить в вашем мире, в этой жизни. Например, может быть женщина не может встретить мужчину, либо не может встретить тех клиентов, которых она хочет привлечь. То взять ситуацию, которая не меняется давно. И часто на это мы проецируем объект из прошлого. Кто-то умер, исчез, эмоционально дистанцировался и так далее. Я говорю быстро, потом в ютубе, в инстаграме можете видео ставить на паузу и прям в тетрадке проделать это упражнение. То есть возьмите пример, что долго у вас не получается изменить встретить мужчину или тех клиентов, которых вы хотите видеть и так далее. Выпишите качества, которыми обладают этот мужчина или клиенты. Пять качеств, желательно прилагательные. Когда вы это выпишите, подумайте, на какого человека или жизненные обстоятельства он или они похожи. Сделайте это в своей тетради. Вот я сегодня тоже делала это упражнение, инсайты получила. Опять все про маму, про папу. Тоже так интересно. Дальше, чтобы выйти из комплекса мании, меланхолии, надо найти третью позицию. То есть можно представить себя, свое выражение лица, когда мы в мании, в эйфории, как в алкогольном опьянении. Какие мы? Представить образ себя и представить образ себя, когда мы в депрессии. Какое у нас выражение лица, на кого эти фигуры похожи. Условно, моя фантазия, например, когда мы в депрессии, это похоже больше на состояние мамы, когда в мании на состояние папы, условно, и мы смотрим с третьей позиции. Но получите свои инсайты. Важно увидеть свой образ, как мы выглядим в мании и в депрессии. и в момент захвата манией либо депрессией мы можем, как сказать, сохранять ясность, осознанность и можем выходить из бессознательных сценариев. Подумайте, поразмышляйте. Также в ютубе, в инстаграме можете писать вопросы размышления сейчас либо после эфира. какие-то моменты даже важные я проговорила быстро, но можно видео потом на стоп ставить и в своей тетрадке проделать два последних упражнения. Будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста. Прекратила публикацию. Я все сказала, что хотела сказать. Если есть ко мне вопросы, пишите. С радостью отвечу, либо будем тогда заканчивать. Также напоминаю, класс Аксесс Барса в Санкт-Петербурге будет 19 декабря. Лично на телефон я не буду писать, я рассылку сделаю заранее. Кто хочет, тот запишется. Но рассылку я сделаю заранее. На личный телефон не буду писать, я не увидела по заявкам, что стоит писать, поэтому не буду писать. То есть на всякий случай, кто лично свой телефон оставлял, будет записи смотреть. Если на 19 декабря в Санкт-Петербурге на телесный класс вы хотите прийти, то вы получите рассылку, все напоминания, и тогда проявите взрослую позицию, сами зарегистрируйтесь на класс. Но именно лично на телефон писать не буду. Что еще? Новая группа стартует 14 декабря. Это онлайн-курс по психологии. Спасибо большое за сердечки. По поводу классов Аксес Барс, я на год купила лицензию, рекламу прекратила, я два раза давала рекламу, поняла, что пока не готова активно вести трансляции по поводу Аксес Барс, активно давать рекламу, у меня фокус на онлайн-курсе, курс профессия психолог-коуч, поэтому я телесные практики, обучающие видео по телесным практикам, я добавила в курс школы, и этот год я еще преподаю телесный класс Аксес Барс, но возможно уже со следующего года я как преподаватель именно по классу Аксес Барс не буду проводить обучение, поэтому кому важно попасть именно ко мне как преподавателю, ну в течение года можете еще успевать, а дальше уже не обещаю, возможно, что только сфокусируясь на курсе онлайн-курс профессия психолог-коуч, вот, новая группа стартует 14 декабря, Жанна, добрый вечер, надеюсь, мы с вами знакомы, будут вопросы, пишите, Жанн, если это вы, то, к сожалению, вы пока в стоп-листе на этот поток 14 декабря, если хотите, вы можете присоединиться 15 февраля на курс по психологии, пока решила так, возможно, на меня будет злость, агрессия, но для всех подписчиков, кто долго решался прийти на курс, не прийти, уже я тогда лично всем скажу, кто у меня в стоп-листе, то есть я считаю, что, ну, некоторые подписчики именно в этот поток 14 декабря не попадут, но это те, кто мне как писал долго, там, полгода, например, вы пока в стоп-листе будут вопросы, задавайте, вот новая группа, 15 группа стартует 15 марта, вот, как раз у вас там, Жанн, я помню, у вас много обучений, я, если это вы, может быть, я путаю, по картинке, вдруг это вы, вот, вы сможете присоединиться 15 марта в 15 группу, вот, что еще, и по классам Аксесс Барс вела себе, а, это вы, да, ой, классно, все, поняла, Жанн, как раз вы писали, что у вас там обучающие, ну, много дел своих, если будет актуально, именно 15 марта, жду вас в новой группе, либо, когда 16 группа будет, ну, заранее я буду объявлять, также разрешила себе пользоваться стоп-листом на классы Аксесс Барс, то есть, если я вижу, что человек пока не готов, у него нет мотивации прийти на живое обучение в Санкт-Петербурге, чтобы не вести долгие переписки, я просто, ну, человеку отказываю, ну, говорю, что в этот раз вам отказано, попробуйте в другой раз, пока я не вижу, что вы готовы, или там, поищите другого преподавателя, в общем, разрешила себе пользоваться стоп-листом. Жан, как ваши дела? Можете писать, что у вас интересного, какое обучение проходите? Если хотите, можете выйти в эфир, можем пообщаться, можете поделиться, как ваше развитие в профессии, ведете ли вы сейчас консультации с клиентом, с клиентами, где еще проходите обучение, то есть, мне приятно, что вы выбираете меня все-таки на связи, значит, бессознательно друг друга мы выбираем, тоже приятно. Но моя гипотеза, Жан, вы уже столько проходите обучающих курсов, уже надо начинать работать. Придете вы ко мне на курс или не придете, но вы смотрите мои эфиры, вы интересуетесь психологией, как профессией, у вас достаточно хороший возраст, и я считаю, мы с вами общались, у вас есть талант психолога, хорошая точка А, вы много проходили обучающих курсов, и я считаю, вам надо уже начинать работать постепенно, своими шагами. Может быть, вы уже начали работать, я не знаю, как вы пока ничего не пишете. Так, вроде бы все сказала. Будет время, подробно проведу эфир про Аксес Барс. В общем, в честь запуска 14 группы я буду делать полезные эфиры. Конечно, я не всемогущая фигура, но когда будет время, возможность, вот как сегодня, буду выходить в эфир, и тогда будут вопросы, пишите, и будем подводить итоги. Напомню, ранние взаимоотношения с мамой влияют на всю последующую жизнь. И часто внезапный уход мамы формирует депрессию, меланхолию. Да, вот про внезапный уход. Жан, да, запись эфира будет, я подробно там рассказывала, но коротко скажу, что внезапный уход мамы формирует то, что у человека меланхолия, депрессия, то есть местами включаются психиатрические проявления, то есть наши клиенты, это здоровые клиенты, но местами бывают, как провалы в депрессию, в меланхолию. Почему так бывает? Потому что был внезапный уход мамы. Мама либо стала алкоголичкой, либо эмоционально был потерян контакт, либо мама уехала на заработки, оставила ребенка с бабушкой, а бабушка была эмоционально холодная, то есть какой-то внезапный уход мамы, буквально физически, либо эмоциональный, влияет на то, что формируется меланхолия. Человек часто тогда упрекает себя, нападает на свое тело, истязает свое тело, психосоматика, вот эту агрессию направляет внутрь, то есть наказывает свое тело, в том числе, а на самом деле наказывает свою мать, связь с которой была потеряна там и тогда. Жанна, так я коротко сказала, а так я подготовила тезис, и я это все прямо в эфире, я сказала, и в конце были хорошие упражнения, вот кто будет в эфире пересматривать, проделайте упражнение прямо в тетрадке, останавливайте видео на паузу, и сделайте упражнение, подумайте, что вы не можете долго получить, о чем мечтаете, но никак вы это не можете получить, и проделайте это упражнение. Я сегодня делала упражнение, мне пришел инсайт про папу, то есть на свои какие-то желания я проецирую образ папы. Жанна, чтобы не повторяться, получится будет об одном и том же, так видео будет. И когда все посмотрят запись эфир про внезапный уход мамы, как это формирует депрессию, как это формирует меланхолию, как это формирует психосоматические заболевания, алкоголизм, наркотики, чрезмерное переедание еды, что-то еще, то есть это сигнал о том, что не отгоревана потеря с мамой. Ее надо отгоревать, если коротко. Также в интернете можете найти статью Фрейда о печали меланхолия, либо скорби меланхолия, может быть еще получите какие-то для себя инсайты, и в инстаграме, в ютубе пишите, пожалуйста, ну как ваши размышления в комментариях. В комментарии я буду просматривать, отвечать. Все, тогда всем хорошего вечера. Как будет возможность, выйду еще, поговорим, может быть, более подробно про меланхолию, про депрессию, в чем отличие от печали, то есть от нормального горевания по утрате. Либо, ну и в том числе, может быть, до 19 декабря еще поговорим про Аксесс Барс, про такую методику телесной терапии. Все, я все сказала. Благодарю всех лично, кто смог поприсутствовать. Сейчас еще поставлю такую картинку опять. Вот. Желаю всем получить свои инсайты про внезапный уход мамы и как это влияет на жизнь, как это влияет на то, что у нас периодически возникает депрессия на пустом месте, как ретравма, как одна травма, одна потеря накладывается на раннюю потерю, и мы неадекватно реагируем. То есть это все про внезапный уход мамы и про то, что самая главная, ключевая потеря хорошей мамы, она не отгоревана, а просто она накладывается потеря на потерю. И со временем человек видит, то есть условно у меня мама выпивала, поэтому я это отгоревала, и я целостно вижу маму, где она вела себя адекватно, разумно, а где вела она себя безумно, и я это не путаю. Хотя раньше, ну, очень путала, идеализация прям полная была, и, значит, других людей я тоже идеализировала и пыталась сохранить связь с плохой мамой, то есть старалась понравиться тем людям, с которыми могла бы быть ретравма, которым не надо нравиться. Но так как потеря с хорошей мамой не была отгоревана, я повторяла эти сценарии. Возраст важен, во сколько она ушла, то есть возраст ребенка. Жанну важен. Ну, обычно ранняя потеря... Ну, как, первый год жизни тоже очень важен. Даже важно то, как родовые пути мы проходим. Что еще? Ну, у меня развод родителей был в два года. Два года папа с мамой развелись, и я больше с мамой жила. То есть два года уже какая-то потеря. Папа в моем мире стал присутствовать эпизодически. Вот два года уже потеря. Я быстро вспоминать, если, значит, еще какая-то там потеря у меня была. Потом с мамой потеря ключевая была у меня в одиннадцать лет двенадцать. Бабушка умерла тоже в этом возрасте. То есть вот как потеря с любимыми объектами, как-то она как будто преследовала меня. У каждого из нас он свой узор вот этих потерь. Надо анализировать, как это у вас. Но мама меня, например, родила пятнадцать-шестнадцать лет. И я предполагаю, что в этом возрасте она сама еще была ребенком. И я предполагаю, что годик-два она тоже не всегда была для меня контейнером. То есть она еще сама ребенок, а тут еще я. То есть ее какие-то физиологические особенности. То есть надо анализировать, как это у вас. Также очень важно, что думает мама, когда мы уже в животе у мамы. Если мама в депрессии, она не думает о ребенке. И ребенок чувствует, что он не отражается в голове у мамы. Мама сама в депрессии, и связи нет. То есть она не думает о ребенке часто. Так тоже может быть. Жанну, коротко, вот что пришло в голову, надеюсь, сказала. Вот этот уникальный узор вот этих потерь, он у всех разный, но желательно анализировать первый год жизни, второй год жизни, когда эти были потери, что там происходило. Тоже такая интересная тема. Тоже я в своей точке А. Будет возможность, еще проведу эфир, все вопросы пишите. Также вместе поразмышляем в комментариях к эфиру, в YouTube, в Instagram. И если будет возможность, до 14 декабря еще проведу интересный эфир. Все, тогда всем хорошего вечера. Благодарю лично, кто смог поучаствовать, задавать вопросы. Все, тогда увидимся в следующем эфире. Желаю проделать упражнение. И желаю отгоревать потерю хорошей мамы, если такое было. Потому что родители – это тоже не кумиры, они не боги. У каждого родителя есть свои ограничения, как и у каждого психолога. У нас тоже у каждого психолога своя точка А. Есть здоровые островки, но есть островки травмы. Мы над ними работаем, но мы не кумиры, не всемогущие фигуры. У нас тоже есть какие-то свои ограничения. Также у каждого родителя тоже есть свои эмоциональные травмы, свои ограничения, физиологические, ещё какие-то. То есть в идеальном варианте, когда мы отгоревали потерю хорошей мамы, тогда от мамы мы можем взять всё хорошее, либо от психолога мы можем взять всё хорошее, что он нам может дать, всё. А всё остальное мы берём в жизни, добираем в других местах, потому что семья — это как семя. И образ мамы-папы, он коллективный, собирательный. Всё хорошее берём от мамы, которая нас родила, если чего-то не хватает, то родители — это не козлы отпущения, добираем где-то в других местах. Но это надо прожить на уровне тела. И надо отгоревать потери, ранние потери. Всё, всем тогда хорошего вечера и увидимся в следующем эфире.